ТМС представляет Махмуд Гёггёс, Ранат Джабар, Ялчин Акчай, Синан Таймин Албайрак, Дирсен Друлю, Энгинай Гюльтекин, Мехтап Алтынок, Оя Семерджи, Эскендер Алтын, Мехмед Акиф Оздамир, Мурат Аслан, Зайнеп Хюрол, Хюсейн Акшен, Тургут Багыр, Улаш Торун, Селин Алтай, Айчин Тююн, Гюльден Дударык, Уйюр Изги, Шайда Шамшас, Рыза Акын, Казым Беркайджан, а также Шериф Сезер, Олгун Шемшек. Освещение Орион, помощник режиссера Хатидже Мемиш, монтаж Халук Арус, Айкут Илдырым, художественный руководитель Эмине Инан, видеорежиссер Колин Мунье, главный координатор Джангиз Кеттен, супервайзер по производству Севил Демерджи, музыка Кырач, сюжет Кули Диби, продюсер Эрол Афджи, режиссер фильма Гюзэдэ Балджи, принцесса хлопковых полей, 21 серия ой, это же мой папа в детстве. Тише. Мало того, что убрали звук, еще и говорят тише. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуй, брат. Здравствуй, мэр. Добро пожаловать. Как съездил в Анкару. Рад тебя видеть. Всё хорошо. Правда, устал немного. Хорошо, теперь отдохни. Господин! 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 На складе Семян произошёл пожар. Охранник звонил. Там всё в огне. Мирьям, фильм закончился. Все уже ушли. Давай тоже пошли. Хорошо. Пошли. Хорошо. Пошли. КОНЕЦ Давай, давай, давай. Поторапливайтесь. Мустафа, ты поведи. Мне плохо. Бах. Бах. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сгорели все семена, которые должны были посеять в этом году. Что такое, Кирас? Ты почему молчишь? Я так расстроилась. Я выросла на хлопковых плантациях. Все свои переживания я рассказывала хлопку. Как своему близкому другу. Это был наш хлеб. Если бы не хлопок, мы бы с зэки не познакомились. А вдруг пожар потушат и семена спасут, а? Больше других этот пожар огорчит Белоснежку. Она ведь обожает хлопок. Вот мы и дома. Мама Хатиджи? Что с вами? Что случилось? Что случилось? В чем дело? Значит, вы никого не видели? И Бугу не видели. Я тоже не видел. Все случилось внезапно, мы ничего не смогли сделать. Молитесь, чтобы причиной пожара оказалось электрическое замыкание. Если выяснится, что кто-то проник сюда тайно и поджег склад, я вам не позавидую. Идем отсюда, зэки. Идемте, дядя. Поговори с ним. Все случилось прямо на моих глазах. И я ничего не смог сделать. А как это случилось? Не знаю. Случайность или кто-то сделал умышленно. По-моему, второй вариант более правдив. Перестаньте. Зачем кому-то поджигать склад? Это тетя Захара. Тетя Захара не пойдет на такое? Думаешь, пойдет? Кто бы это ни сделал, он будет наказан. Дядя Немет увидел пожар и тут же сообщил пожарным. Затем он позвонил Асламбашам. Сейчас мы повезем людей в участок и возьмем у них показания. Значит, это был поджог? Да. Вы в этом абсолютно уверены? Да, господин Ома, уверен. Для поджога использовали бензин. Кому это было нужно? Гнев, чувство, униженность, месть. Пока еще рано говорить о психологических причинах. Скажи, что ты этого не делала. Скажи, что не делала. Ты меня поражаешь. У меня не было другого выхода. Был. Сказала бы, что семена плохие. Я сделала все, что могла. Я пыталась сказать. Сказала бы, не сеете эти семена, потому что даже не знаю, что мне было делать, Дияр. Не могла же я сказать, я заказала эти семена, чтобы вас уничтожить. Чтобы вы понесли убытки в миллионы долларов. И чтобы таким образом ваш дед Хаджи Сафер узнал перед самой смертью, что такое поражение. Чтобы он своими глазами увидел, как я отомстила за свою семью, которую он убил. Джерен, знаете, что случилось потом? Я влюбилась. Чувство мести превратилось в любовь. Мои планы могли погубить и моего любимого. Поэтому я и сожгла семена. Это я должна была сказать. Джерен, никто тебя здесь не осуждает? Есть я. Жаль, что я сюда приехала. Жаль, что заказала эти семена. Жаль, что познакомилась с Сумером. Ну все. Успокойся. Только я хотел зайти. Смотрю, а склад уже вовсю горит. Кто-то подсуетился раньше нас. Одним словом, склад сгорел без нашего участия. Послушай, Меджит, мне недостаточно, чтобы они просто стали беспомощными. Я хочу, чтобы бессильными и беспомощными их сделала жена Давута Самура Зехра Самур. Если кто-то выстрелит в них, на курок должна нажать я. Если кто-то их ударит, этот кулак должен быть моим. Если кто-то подожжет их в склад, огонь должна развести я. Бог в помощь. Спасибо. Госпожа Джерен здесь? В той стороне. Спасибо. Привет. Бог в помощь. Я собиралась позвонить тебе позже. Как съездил в Анкару? Съездил хорошо. Только случилось нечто плохое. Я должен тебе сказать. Склад, где мы хранили семена, вчера ночью сгорел. Знаю, ты сейчас сильно горчишься. К сожалению, ничего не поделаешь. Нет ничего важнее человеческой жизни. По крайней мере, в пожаре никто не погиб. Но это же так ужасно. Да, это ужасно. Полиция установила, что это был поджог. Поджог? Да. Кто-то поджег склад. Полиция проверяет даже самые незначительные улики. Ох, у меня всю усталость как руку сняла. Давай больше не будем грустить. Что было, то было. Хорошо. Не надо грустить. Ничего не поделаешь. А вообще-то можно. Мы можем кое-что сделать. Например? Папа, а пожарные тоже приехали? Приехали, сынок. Приехали. Они поливали водой из шланга? Сейхан, сынок, папа очень устал. Он всю ночь не спал. Давай не будем утомлять его разговорами. Хорошо? Брат Халиль, Мустафа приехал? Не приехал, Миринджи. Он уехал в салон. Ай, Аллах, приехал бы домой. Он, наверное, устал? Я ему говорил, но он сказал, что его там ждут дела. Господин Мустафа, не создавайте проблем. Их и так выше крыши. Тетя! Я пришел, тетя! Тетя! Кажется, ты пожаловал не с добром, Мустафа. Ты добилась своего тетя. Мне снова было очень больно. Ты все время напоминаешь о себе. Сначала ты купила участок земли раньше меня. Прямо по дороге, по которой я проезжаю каждый день, создала лес Давута Самура. Теперь сожгла все наши хлопковые семена. Хорошо. Это я во всем виноват. Остальные тут абсолютно ни при чем. Это разборки между тобой и мной. Оставь мою семью. Моих братьев, плантации и семена. Кто нам дал право обижать других людей? Это проблемы между нами. Давай. Прикажи спустить курок. Пусть все на этом закончится. Забери мою жизнь. Давай. Все не так просто, Мустафа. Смерть слишком легкое наказание. И ты, и твои братья научитесь жить с господином Самуром. Он умер один раз, а вы умрете тысячу. Теперь у нас нет возможности заказать и привезти новые семена. Да, к сожалению. Значит, вы предлагаете посеять семена, которых упомянули в прошлый раз? Да. Если поспешим, мы можем заказать их немедленно. Это новое поколение семян, которые вы сеяли раньше. Кажется, вы правы. Здравствуйте. Не беспокойтесь, сидите. Итак, что решили? Мы склоняемся к семенам, которые предлагает госпожа Джерен. Давайте, как в прошлые годы, часть плантации засеем хлопком, оставшуюся часть засеем кукурузой и другими овощными культурами. Значит, как в прошлые годы, да? К тому же, такой подход даст вам возможность получить прибыль от кукурузы. По нашим подсчетам, закупив эти семена и арендовав хлопкоуборочные машины фирмы Эге, согласно плану госпожи Джерен, мы можем получить примерно такую же прибыль, как в прошлом году. Однако, большую прибыль получить не удастся. Но ущерб минимальный. Грубо говоря, это лучше, чем ничего. На этот раз стакан будет наполовину полон. Ну что ж, делать нечего. Тогда вы делайте все, что нужно. Держите меня в курсе. Приступайте. Хорошо. Приветствую, Фару. Рад тебя видеть. Ну как, есть новости? Вы уже нашли поджигатель? Пока еще нет. Пока работают с показаниями. Я хотел, чтобы вы оба знали. Прокурору могут понадобиться показания госпожи Джерен. Почему? Один из охранников в своих показаниях упомянул имя госпожи Джерен. Прокурор на месте происшествия. Я тоже еду туда. Узнаю подробности. Если вы не возражаете, я тоже хочу поехать. В таком случае поедем все вместе. Поехали. Госпожа Джерен, когда вы здесь были в последний раз? Когда мы приезжали в последний раз? Мы приезжали вместе, так ведь? Мы приезжали вместе. Господин Омэр? Нет, вообще-то я приезжала сюда и одна. Дата и время? Кажется, это было во вторник, где-то в районе двух часов. Зачем вы приезжали? Я хотела взять образцы семян, я работаю в теплице. Хотела проверить выносливо семян, перепадам температуры, их адаптацию. Ясно. Вы вошли внутрь, одна? Нет. Со мной был охранник. Он не отходил от меня. А почему вы задаете все эти вопросы к госпоже Джерен? Мы выполняем свою работу, господин Омэр. Ясно. Что ж, если у вас есть еще какие-то вопросы... Нет, пока это все. Спасибо, что ответили на наши вопросы. А вам за ваше терпение. Спасибо. Вам спасибо. Удачи в делах. Спасибо. Спасибо. Такова процедура. Они сравнивают показания. Можешь быть уверен, что они не упустят даже малейшая деталь. Да. Если они продолжат в этом же духе, совсем скоро они поймают виновного. Больше всех на поджигателя зла Джерен. Она столько месяцев работала над этими семенами. Да? Да. Дай бог тебе здоровья. Ну что ж, главное – здоровья. Ай, и правду говорят, богатые тоже плачут. Смотрите, что происходит. Ах, нашего господина сглазили. Почему это происходит в его лучшие дни? Лично я считаю, нужно провести обряд очищения. Боже, тетя Хатидже. Ясно же, что кто-то хочет ему навредить. Ваш обряд очищения здесь уже не поможет. Все эти несчастья сыплются из поместья Самура. Дай Аллах, их поместье тоже сгорит. Тише. Боже, дочка, нельзя так говорить. Послушай, не зря говорят, стрелы пронзают плоть, а злые слова душу. А что я могу поделать? Все ужасное, что было в моей жизни, случилось со мной в их поместье. О, мой Аллах, спаси и сохрани нас. Смотри, это угол наклона. Угу. А это прямой угол, 90 градусов. Понятно. Оказывается, это легко. Я смогу это решить. Просто я не могу сосредоточиться, когда кто-то вот так сидит над душой. Если свою способность сквернословить, ты используешь во время своих занятий зелихой, на экзаменах ты наберешь пару лишних баллов. Разве плохо? 1071 год, пиши. Битва при Монсекерти. Это все, что осталось в моей памяти. Даже не знаю. Не балую ее, Алиш. Хорошо, хорошо, я уже ухожу. Тетя, не жди меня на ужин. Я буду у Марии. Алиш, ты напрасно теряешь время с этой девчонкой. Алиш, тебе не кажется, что тебе уже пора завести более серьезные отношения? Ну, как сказать, сразу видно, что эти отношения не закончатся. Женить бы. Женить бы? Тетя, с чего вы взяли, что я хочу жениться? Ладно, потом поговорим, тетушка. Ай. 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 Далеко собрался? Нет? Поеду немного проветрить мозги. Смотри, много не пей. Тебе мотоцикл везти. Нет, тетя. Хочу поехать и сделать Марии сюрприз. Хочу накрыть на стол. Вино и все такое. В этом роде. О, как здорово. Дай Аллах. Передай ей привет. Хорошо. Алло, дорогая. Алиш, я буду дома в восемь. Ты что, собираешься ко мне? Сейчас у нас столько проблем, сегодня я не смогу вырваться. А что случилось, милый? Потом расскажу, дорогая, хорошо? Ну ладно, хорошо. Я поеду домой, посмотрю телевизор и лягу спать. Увидимся. Увидимся. Пока. Пока, дорогая. Залиха, иди сюда. Брат? У меня к тебе вопрос. Ты имеешь отношение к пожару на складе семян? Именно это я и хотел у тебя спросить. Что об этом говорят в поместье? Они думают, что это дело рук госпожи Зихры? Твое имя тоже упоминают. Мы не поджигали склад. Брат, скажи правду. Мама, я тебе клянусь, это сделали не мы. Послушай меня. Держи ухо востро. Если что-либо услышишь, сообщи мне, хорошо? Может, полиция скажет, что это был несчастный случай. Какой несчастный случай? Это был поджог. Ясно. Твой номер тот же? Да. Это мой новый номер. Сохрани его. Только под другим именем, хорошо? Хорошо. Ясно. 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 Отлично. Продолжение следует... 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 Ну, что ты говоришь такое, милая? Там им будет неудобно. Брат, тогда давай для них приготовим одну из вил на берегу озера. Правильно. Уверена, что они не захотят вас беспокоить. А, ну что ты такое говоришь? Честно говоря, мне надо сделать много дел. Замена штор на окнах доставила нам столько хлопот. Теперь мне надо вновь заняться гостиной. Среди всех этих забот. По-моему, здесь и так очень мило. Только не подумайте, что я вмешиваюсь. Мне кажется, в гостиной не нужно ничего трогать. Разве не так? Да-да, после замены штор цвет и форма мебели стали более заметными. По-моему, здесь очень красиво. Этот диван не трогать. Вот-вот, мое кресло тоже. А мне нравится обеденный стол. Конечно, если ты хочешь... О, нет, я и слышать не хочу о голосовании. Это же мотоцикл, Алиша. Рота, подъем! Твоя лейтенантша определила тебя в караул? Что ты здесь делаешь? Сейчас расскажу, брат. Ну, идем. Вставай. Идем. Фатих, сделай четыре чая. Понял, брат. Бог, в помощь. А, привет. Привет. Решил заскочить до работы. Что ж, но это далеко от работы. Похоже, ты не рада меня видеть. Ну, что ты такое говоришь? Конечно, рада. Джерен. Теперь мне обязательно нужно видеть тебя в начале и в конце дня. Ты так избалуешь меня. А вдруг бросишь? Как я могу бросить? Я не оставлю тебя до самой смерти. Не знаю. Иногда мне так страшно. Все так прекрасно. Не бойся, Джерен. Пока я рядом с тобой, тебе нечего бояться. Я боюсь, когда тебя нет рядом. И так, девушки, ваш личный водитель ждет ваших указаний. Куда прикажете ехать? Очень смешно. Все ясно. Значит, вы хотите поехать на курсы? Сейчас, госпожа. Сию же минуту. Кто придумал эти идиотские занятия с репетитором до уроков? Вообще-то это очень удобно. Получить информацию перед тем, как сделать выбор. Это здорово. Иногда ты меня поражаешь. Ну, шеф, мы позавтракали, попили чай. Я слушаю. Я расстался с Марией. Будь здоров. Причина? Она мне изменила. Ты сейчас убиваешь Марию? Наверное. Не могу же я ее побить? Как ты узнал? Ой, не спрашивай, шеф. Это очень неприятно. Ты застал ее? Я думаю, где я допустил ошибку? Да, это тяжело. Мне так больно, брат. Сейчас главное узнать причину этой боли. Это боль от любовных страданий или злость от того, что тебе изменили? Откуда я знаю? Я окончательно запутался, ничего не понимаю. Вчера ты приехал на мотоцикле. У тебя не было желания въехать в стену? Да нет. А ты плакал? Нет. Это хорошо. Что хорошего, брат? Конечно, со стороны судить всегда легко, но... Теперь еще какое-то время тебе будет больно. Потом все пройдет, шеф. То есть, если я не въехал в стену и не заплакал, значит, я в порядке, так? По-твоему, Мария плакала? Ты проделала такой путь, встретились бы на рынке. Ну что ты, милая, это наш с тобой сад Возрождения, помнишь, ты говорила? Неужели забыла? Нет, не забыла. Здесь так хорошо, так спокойно. Да. Я столько всего хотела бы забыть. Раз приехала сюда, позабуду пару вещей. Да. Иногда в нашей жизни неприятных воспоминаний бывает гораздо больше, чем приятных. А ты совершала такие поступки, в которых потом раскаивалась? Естественно. Иногда совершаешь какую-нибудь ошибку, потом, пытаясь ее исправить, совершаешь еще большую. То есть... Ой, забудь, что я несу. Нет. Я. Ты скажи. Нет, нет, ты скажи. Знаешь, я хотела сказать, иногда, пытаясь уничтожить что-то плохое, человек невольно совершает нечто еще более плохое. Да. Как хорошо, что есть кто-то, кто меня понимает. Мне кажется, что только здесь я могу стереть все плохие воспоминания и заменить их хорошими. Да-да, здесь это возможно. Например, я стираюсь с памяти позавчерашний пожар. Что за напасть? Только этого нам не хватало. Милая моя, я сразу подумала о тебе. Ты столько труда вложила. Итак, ладно. Ну-ка, давай. На сегодня этого достаточно. Настало время шопинга. Я часто буду приезжать сюда. Не столько всего надо забыть. Как вы знаете, каждую неделю в это время мы проводим семинары, посвященные профессии. Что за пытки нас ждут на этой неделе? Не говори. Наш сегодняшний гость расскажет нам о профессии архитектора. Заходите, господин. Добро пожаловать. Спасибо. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. 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 Если судить по вашим словам, когда вы слышите слово «архитектор», перед вашими глазами появляются только чертежи. Это так? Отлично. А теперь скажите ко мне. По-вашему, что собой представляют чертежи архитектора? Чертежи зданий. Зданий. Отлично. Еще. Интерьера. Интерьера. Отлично. Еще. Садовых изгородей. Садовых изгородей. Прекрасно. Еще. Памятников. Отлично. Еще. Птиц, насекомых. Ладно. По крайней мере, над этой идеей можно подумать. Залиха. Вообще-то, архитектор занимается проектированием всех объектов, которые мы видим вокруг себя. Послушайте, что я вам скажу сейчас. На самом деле, архитекторы занимаются проектированием вовсе не этих зданий, а наоборот, проектированием объектов, которые остаются за пределами этих зданий. Цель архитектора – не создание красивых зданий, а создание красивых пространств внутри и снаружи этих зданий. Таким образом, они улучшают жизнь людей, которые живут в этих пространствах. Потому что эти пространства – это то, что нам нужно на самом деле. Значит, чтобы оставить людям место, мы не должны загромождать эти пространства. Правильно. Это значит, что человек этой профессии должен любить людей, уважать их и нести ответственность перед окружающей средой и, конечно же, перед людьми. Капитан, мы не успеваем удовлетворить спрос из-за границы. Некоторые мелкие заказы мы раздали в более или менее хорошие цеха. А это те, с кем мы заключили договоры. Здорово. Спасибо, Мелих. Благодаря тебе наш текстильный отдел работает без перебоев. Спасибо. Ты только скажи. В договоры нужно было включить пункт о запрете привлечения к работе лиц младше 16 лет, а также пункт о сверхурочных работах. Мы уже давно успешно сотрудничаем с этими цехами. Они никогда не сделают такого. Вряд ли такой ответ устроит итальянцев, которые покупают у вас продукцию. Поэтому вы должны добавить эти пункты. А если проверка, если обнаружат нарушение? Вероятность один к миллиону. Если вы недооцениваете вероятность один к миллиону, то это может вам стоить компенсации в миллион долларов. Хочу купить себе такой музыкальный центр. Да, это будет здорово. Да. Я даже не знаю, кажется, этот маленький лучше. Да, они такие классные. У меня дома столько кассет, я... То есть мне нужен проигрыватель кассет. Этот вроде ничего. Ты знаешь, у этих, наверное, тоже много функций. Надо спросить. Знаешь, нам надо было прийти сюда с Алишем. Ты права. Нужно делать покупки со знающим человеком. Алла-алла. Что это было? Знаешь что, я только теперь понял, почему ты такая неуравновешенная. Что ты мелешь? Если бы я рос, выслушивая глупости такого папаши, то, наверное, тоже стал бы таким неуравновешенным. Человек пришел нам рассказывать об архитектуре. У всех даже рты пооткрывались. И ни один человек не спросил, если это такая замечательная профессия, почему ты сам не занимаешься ею? Не говори так про отца. Во-первых, он занимается ею. Да ну. Однако он нигде в интернете не указан как архитектор. Почему? Ты... Ты что, наводил о нем справки? Это тебя абсолютно не касается. Если он корчит из себя учителя, то касается. Его нотации прокатят только перед школьниками. Только у такого папаши может быть такая ненормальная дочь. Немедленно возьми свои слова обратно. Да не вопрос. Перемотаю обратно. Ненормальный папаш, а придурочные дочери. Что такое, в чем дело? Ты в порядке? Все нормально? Что здесь происходит? Извините, можно спросить? Извините. Слушаю вас. Какой модель эта машина? 79-й. Чистая сборка. Но меня интересуют более мощные двигатели. Что можете предложить? А поконкретнее? Лучше позови ко мне своего босса. Мустафу Асламбаши. А вы с ним знакомы? Нет. Мне посоветовала одна моя знакомая. Интересно, он знает, что у него работает такой инертный сотрудник, как ты? Вообще-то я трудолюбивый. Слушаю вас. Чем я могу вам помочь? Отлично. Мне нужна машина, на которую я смогу бросить вызов всем окружающим. Как тебе это? Если тебе хватит сердца и силы, можешь купить эту тачку. Объем двигателя 2000. У нее кузов не выдержит. Да у нее потрясный кузов. Лучше позови своего босса. Хочу задать пару вопросов по существу. Господин Мустафа, это вам звонят. Спрашивают что-то о стоимости. Спасибо. Да, слушаю вас. Участок? Да, я слушаю. А, смотри, эти тоже очень красивые. Смотри, эти тоже ничего. Ты... Слушаю вас. Я... Ничего, ничего. Прошу прощения. Ничего страшного, хорошо. Мерьем Дже, ты в порядке? А, у меня голова кружится. Идем, посмотрим здесь, потом пойдем. Хорошо. Я Джималь. Друг Дия. Дия. На открытии она интересовалась машинами. Таковы женщины. Они интересуются только внешним видом машин. Ты тоже только что из-за внешнего вида дал ей плохую оценку? Это не потому, что она красива или некрасива, а стоит только сесть за руль этой машины, и ветер будто начинает тормозить ее. Я выжимал 140. Где? На автомагистрале. Ты не путаешь со сном? Ладно, друг. Это так делается. Нужно слегка завышать планку. Только я хорошо разбираюсь в машинах. А я не особо. Но стоит мне сесть в машину и выехать на дорогу, я лечу. Джерен, как тебе это? Ничего. Тебе ведь не понравилось, потому что это слишком вычурное. А я почему-то люблю такие вещи. Люблю вот такие узорчатые или в цветочек. Люблю веселые расцветки. Потому что ты сама такая. Ты хочешь, чтобы всем вокруг было весело и светло, и тебе удается. Серьезно? Несмотря на свою веселость, ты очень ранимая. Такое ощущение, что ты упадешь и разобьешься, если потеряешь то, что имеешь. Как странно. Ты знаешь меня совсем недавно, но уже все про меня понимаешь. Ну, теперь пошли. Выбери мне что-нибудь. Посмотрим, узнала ли ты меня. Да, да, погоди. Только что я видела здесь кое-что. То, что тебе понравится. Да. Вот оно. А, супер. Ну как, угадала? Да, да, ты меня тоже. Смотри. Как это здесь оказалось? Какая прелесть. Что скажешь? Красиво. То есть, немного. Вот что я тебе скажу. Посмотреть бы на лицо Гулизар, когда она это увидит. Ты одобряешь? Еще как. Давай купим это. Давай. В таком случае я ее покупаю. Да, да. Мне уже надоели твои выходки, Джейхан. Через пять минут после того, как твой папа вышел из класса, ты вылила на своего соклассника горячий чай и обожгла его. Ну, это все. А тебе мало? Почему ты так поступила, Джейхан? Он заслужил. Значит, он этого заслужил? Да. А вот я этого не заслужил. Я не заслужил, чтобы через пять минут после того, как меня после выступления проводили с благодарностью, мне позвонили с жалобой по поводу хулиганской выходки моей дочери. А ты не знаешь, что там произошло? Я все видела, но не слышала их разговор. В следующий раз присматривай за ней. Хорошо. В последнее время она какая-то нервная. А, Дияр? В чем дело? Неужели где-то написано, что я не могу появляться там, где есть машины? Джемаль, Джерен, рада знакомству. А, очень приятно. Ра знакомству. Да, Дияр так много рассказывала о вас. Так что я хорошо вас знаю. Я тоже. Джемаль помешан на автомобилях, поэтому я и назначила встречу здесь. Подумала, что он познакомится с Мустафой. Хорошо подумала. Действительно, хорошо, что мы встретились здесь. Мне здесь буквально каждая машина понравилась, господин Мустафа, настоящий творец. Никогда не понимала страсть к машинам. Это точно. Не говори так, Диярочка, машина – это сама жизнь. Когда ты едешь, в цилиндрах закипает твоя кровь, счетчики показывают биение твоего сердца. И машина, выбранная тобой, все равно, что женщина, которую ты выбрал. А, а я никогда не понимала этих слов. Да, я считаю, что женщине занимать место рядом с другими машинами немного странно, правда? Точно. Оружие, кони, жена – по-моему, разные вещи. Я вот что хотел сказать. Когда вы видите, что проехала шикарная машина, вы непременно оглянете, чтобы посмотреть на нее. Разве вы не так делаете? Чем больше ты говоришь, тем больше тонешь. Моимый Алиш, прости меня. Да нет, Мария. Это ты прости меня за то, что я вынудил тебя пойти на такое. Прости. Но, Алиш, я знаю, ты не можешь так закончить. Я ничего не заканчивал. Это ты закончила. Вчера ночью мне не удалось сделать тебе сюрприз. А тебе удалось. Все, Мария, нам больше не о чем говорить. Мне очень жаль. Не больше, чем мне. Поэтому, если не хочешь расстраивать меня еще больше, пожалуйста, уходи. Мария, можно у тебя спросить напоследок? Только прошу тебя, скажи мне правду. После вчерашнего ты хоть раз заплакала о нас? Ты этого хочешь? Хочешь, чтобы девушка рыдала тебе вслед? Я узнал, что хотел. Спасибо. Спасибо. Госпожа Джерен, в лаборатории возникли кое-какие проблемы. Не хотите взглянуть? Хорошо. Сейчас приду. Спасибо. Давайте я возьму. Спасибо. Пожалуйста, Бог в помощь. Бог в помощь. Я пришла без предупреждения. Надеюсь, вы не возражаете. Нет. Я Зихра. Я знаю. Зихра Самур. Я уже видела вас раньше. На открытии галереи Мустафы. Но у нас не было возможности познакомиться. Да. Я Джерен. Приятно познакомиться. Здесь так здорово. И так чудесно пахнет. Прямо как в райском саду. Деревья узнаю. А некоторые фрукты нет. Это новые гибриды. Мы работаем с цитрусами. Например, это цитрус Максима. Он похож на дыню. Такая плодородная земля. Плодородность земли я познала вместе с покойным мужем. Он рыл ее ногтями и орошал своим потом. Камни на поле и сильные ветры были ему нипочем. Он жарился под солнцем, но держался изо всех сил. Правда, все эти его мучения – ничто по сравнению с проклятыми Асланбашами. Это твоя теплица, мне так сказали. Нет. Хозяева Асланбаши. Сад, который вы только что так восхваляли, принадлежит людям, которых вы проклинаете. Вы пришли взглянуть на саженцы? Да. Например, дерево этого фрукта, которое у тебя в руках. Как оно выглядит? Значит, у вас есть цитрусовый сад? Нет. Мы все еще вспахиваем поля. Какая разница? Земля везде одна и та же. Даже если земля одна и та же, вы пожнете то, что на ней посеете, госпожа Зихра. Кажется, я нашла. Во время пожара все так начинают паниковать, правда, Мустафа? Да. Только совсем скоро наша жизнь наладится. Да, я тоже так считаю. Несмотря ни на что. Я уже давно не чувствовала себя настолько хорошо. Скоро будет еще лучше. Но... Мустафа... У меня есть проблема. Какая? Ты не сможешь, не сможешь ее решить. У тебя есть проблема, которую я не смогу решить? Что это? Я не могу сказать. Ну, скажи. Ну, все, ладно, забудь. Говори. Ну... Скоро будет свадьба Джирену Омэра, а я все еще не решила, что надену. Малышка моя. Да. Недавно я видел очень красивую мешковину. Может, ее наденешь? Хорошо. Сладкая моя, даже если ты наденешь мешковину, тебе это пойдет. Тоже мне проблема. Мы решим ее. Родители приезжают завтра. Ты в курсе? Ай, Аллах, до свадьбы осталось совсем ничего, правда? Угу. Уже готова наша комната. Ай, не будем это обсуждать, когда осталось так мало времени. Не сглазить бы. Ладно. Тогда давай поговорим о другой свадьбе. А какой? Которая может состояться. Или можно сказать, которая точно состоится. Короче, скажу, Джемаль. Ладно. Видный, обходительный, богатый и прочее, прочее. Ну, как он тебе? Довольно чуткий. Воспитанный. Представляешь, он каждый день посылает цветы. Да ну. Не розы, полевые цветы. Такие аккуратные и свежие букеты. Пока. Одним словом, он понимает душу женщины. Да. Если не считать того, что он сравнивает женщин с машинами. Ну, хватит. Каждый мужчина зациклен на чем-то. Кто-то на электронике, кто-то на своей работе. Например, Мелих помешан на музеях. Хм, он очень остроумный. Не позволял мне впадать в депрессию. Сразу открывал передо мной новые двери. С ним было так весело. Ты знаешь, он был таким ветреным. Я даже не заметила, как он технично и умело увлек меня. Например, я могла не видеть его весь день. И он весь день мог мысленно разговаривать со мной. Прямо как сейчас. О чем ты? Мы с самого утра говорим о Мелихе. О чем бы мы ни говорили, мы так или иначе возвращаемся к нему. Мы говорим не о Мелихе. Мы говорим о Джемале. Говорим о свадьбе. Говорим о помидорах. Только о Мелихе не говорим. Ладно. Привет. Добро пожаловать. Смотри. Идем. Что это? Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Что это? Правильнее будет сказать цитрусы. Я их привезла из теплицы. Смотрите, такие маленькие. Ай, какая прелесть. А, лимонная конфета. Подождите, надо помыть. Потом поставим на стол. Нет, это органические плоды. Химикатов нет. Сынок, это надо помыть. Дай мне. Ну-ка, девочки. Разве вам не пора на курсы? Поехали. Поехали. Боже, когда все это закончится. Успехов в учебе. Приятного аппетита. Они такие красочные. Алиш, смотри. Мандалиш. Да, корзина цитрусов для цитруса. Еще есть мандарины. Кажется, они в машине. Я принесу. Я принесу. Дай ключи. Хорошо. Они в багажнике. И запах очень сильный. Такое ощущение, что огромный букет цветов вместили в этот малюсенький фрукт. Точно так же, как ты, дорогая. Такое ощущение, что всю красоту мира поместили в малюсенькую Мирьемджи. Это ведь можно есть? Конечно, конечно, возьми. Джейхан, дочка, чтоб я больше не слышал, что ты с кем-то сцепилась. Хорошо? Ты не услышишь ничего. Чего не хочешь слышать, папочка, не переживай. Зелиш, сегодня ни на минуту не выпускает Джейхан из вида. Понятно? Поняла. Мои родители приедут завтра после обеда. Хорошо. Мы встретим их в аэропорту, затем отвезем их на виллу на берегу озера. Потом приедем на ужин примерно в семь. Хорошо, Гулезар? Хорошо. Вчера вечером, обставляя комнату, ты никого туда не впускала. Ты уверена, что там все в порядке? Да, в порядке. В самом деле, когда я увижу эту комнату? Если чего-то не хватает, скажи мне, я могу помочь. Нет, нет, не беспокойтесь, я все закончила, там недостают лишь одной вещи. Но и она совсем скоро будет здесь. Тогда нам придется устроить презентацию. Перережешь ленточку. Получилось. Молодец. Привезли посылку для госпожи Джерен. А, они уже здесь. Идем, мне нужна твоя помощь. Хорошо. Я первый переживу шок, а потом вы. Идем. Здравствуйте, распишитесь здесь. Здравствуйте. Здесь? Я сейчас. Хорошо. Алло. Здравствуй, мэр. Здравствуй, Фарук. Есть новости? Есть, у мэр. Мы нашли новые улики. К сожалению, это тебя расстроит. Пока что улики слабые, но когда складываешь их воедино, не указывают на определенного человека. Да ты что, и на кого? Пока еще рано что-либо говорить, но мы уже напали на след. Понятно, Фарук. Буду рад, если вы сообщите мне, когда все станет известно. Хорошо. Джейхан, что ты делаешь? Сбегаю. В этой жизни есть более интересные вещи. Джейхан, не делай этого. Ты же слышала дядю Халиля. Я ему пообещала, что буду рядом с тобой. Вот и отлично. Ты едешь или не едешь? Итак, как тебе? Как тебе? Здорово. Если тебе что-то не нравится, скажи мне об этом открыто. Насколько открыто я могу говорить? Не знаю. Скажи первое, что пришло тебе в голову. Первое, что пришло в голову? Ясно. Ты можешь сказать попозже. Смотри, а это завершающий аккорд. Ты до сих пор ничего не сказал. Я не могу сказать, Джерен. Значит, тебе не понравилось? Джерен, по-твоему, мне может не понравиться? Судя по тому, что ты ответил вопросом на мой вопрос, тебе не понравилось. Комната тоже не понравилась. Эта кровать не слишком низкая? Откуда мне знать? Может, тебе не понравился войлочный ковер? Может, стены слишком бледные? Цвет шкафа чересчур светлый. Я даже не знаю. Скажи. Это великолепно, Джерен. Это поцелуй Франкуччи. По-итальянски Бранкуччи. Этот мастер мог через простые формы передавать очень многое. Он говорил, смотрите на мои скульптуры до тех пор, пока не поймете их. Да. Не знала, что ты разбираешься в скульптуре. В университете я посещал историю искусств. Впервые я увидел это... Погоди-ка. В музее искусств Филадельфии. Значит, ты видел оригинал? Видел. В тот день я почувствовал то же самое, что чувствую сейчас. Мужчина и женщина, которые в какой-то момент слились в страстном поцелуе, чтобы стать единым целым. И которые теперь так и стоят вечно. Они поймали волшебный миг и соединились на веки вечные. Ничего не трогай в этой комнате, Джерен. Должен признаться, я анимел. Потому что не ожидал такой красоты. Заходи, Алиш. Ух ты! Ну как? Вот это да! Классно. Ей-богу, эта комната все больше отдаляется от меня. Заходите, заходите. Ух ты! Какая красота! Смотри. Ах! Какая прелесть! Я бы ни за что не догадалась вот так поставить. Вот это да! Я же вам сказал, что наши девочки отлично разбираются в дизайне. Сказал. Молодцы. Молодцы, молодцы. А это что такое? Ну, брат, что скажешь? Беспощадный наш критик. Ей-богу, я не специалист, но это очень смело. Можешь считать это похвалой. Брат, мы можем назвать это минимализмом? Вообще-то, я считаю, что есть и другие направления. Но что это, брат, не говори так. Не пугай нас. Что сказать? Очень даже ничего. Спасибо, брат. Это... Да, ну давайте. Позовите господина Мустафо. Идемте, оставим женщин наедине. Идемте. Идемте, ребята, давайте. О, как красиво! Как там ягненок, Хатидже? Это... Он маринуется в вине, госпожа. Ладно, хорошо. Надолго не задерживайся, хорошо? После палатки вы будете жить здесь, Белоснежка? Да. Здорово. Спасибо. Идемте. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, спасибо. Всего доброго. А что говорят ее одноклассники? Где она? У них есть какие-нибудь идеи? Конечно нет, Халиль. Может, позвонишь матери ее подруге? Не за что, Халиль. Ты хочешь меня опозорить? Так как Залихи тоже нет на занятиях, они сейчас вместе. Это меня немного успокаивает. Позволь на этот раз мне самой поговорить с Джейхан. Голизар, ты же прекрасно знаешь, как она на тебя реагирует. Знаю. Только в этот раз я поговорю с ней иначе. К тому же ты будешь рядом. Спокойно поговорим с ней и выясним, в чем проблема. Хорошо. Ну как, понравилось? Здорово. Жаль, что мы ничего не привезли, можно было бы устроить пикник. Действительно понравилось? Да, Мустафа. Посмотри вокруг. Фантастика. Тогда держи. Это же Купчия, а это я. Пока тетя не спохватилась, и ее люди не проснулись, я оформил этот участок на тебя. Но, Мустафа... А вдруг бы мне не понравилось? Я бы порвал и выкинул ее, родная моя. Любимая моя. Ай, там так красиво. Мы тут пропадаем целыми днями, а другие девушки наслаждаются жизнью во дворцах. Послушай меня, ни слова о Белоснежке, иначе я за себя не ручаюсь. Что это за дворец? Комната Белоснежки. Во-первых, это комната господина Омера. Теперь это свадебная комната Белоснежки. Ха, шторы из серебряного атласа под идеальники из золота, так ведь? Во-первых, сестра Джерен хочет не этого. Эльмаз, цветочек. Почему ты не идешь посмотреть на комнату? Там такая красота. Схожу к Хаджи Сеферу, потом посмотрю. Эх, ну раз так. Боже, боже, доченька. Добро пожаловать, здравствуйте. Здравствуйте, я рад вас видеть. Я так соскучилась. Я тоже сильно скучала. Милая моя. Папочка. Добро пожаловать, как ваши дела? Рада вас видеть, спасибо. Родная моя. Спасибо. Идемте. Ну как ты, дочка? Как подготовка? Хорошо, все получилось так, как я хотела. Отлично. Видели бы вы этот дом, это нечто. Мы едем в поместье? Как хотите. Хотите, сразу поедем в поместье, или сначала поедем в дом, где вы будете жить, и оставим там ваши вещи? Сделаем небольшой тур по городу, затем поедете в поместье. Вы только скажите, полковник. Как скажете, так и сделаем. Слышишь, господин Омэр не забыл, он назвал тебя полковником. Все это помнят, кроме тебя. Джейхан, Джейхан, идем, мы уходим. Но здесь песня. Нет, Джейхан, пожалуйста, отдай это мне, пожалуйста. Давай останемся. Пожалуйста. Еще одна песня. Джейхан. Поехали домой. Что это за салфетки? А где комплект? Я же тебе говорила, тупица. А я откуда знаю? А где стаканы для воды? Стаканов же нет. Давай, шагай. О, Алла. Шагай быстрее. Гулизар, да, я посмотрю на тебя. Какое элегантное платье. Это платье я купила в Италии. Я надела его впервые для этого вечера. Так вот, значит, какое значение ты придаешь сегодняшнему вечеру? Дело вовсе не в этом. Я хочу, чтобы меня восприняли серьезно. Не хочу, чтобы первое впечатление обо мне было неверным. Отлично. А это? А, мой подарок на день рождения. Да, твой первый подарок. Здорово. Джейхан, в комнату. Идем в твою комнату, Джейхан. Джейхан, в комнату. Джейхан, не шуми, пожалуйста. Джейхан. Боже. Джейхан. Госпожа Джейхан. Госпожа Джейхан. Джейхан. Они только приехали, сейчас, наверное, размещаются. Джейхан? Джейхан! Где ты была? Я спрашиваю, где ты была? Дядя Халиль. Я пыталась ей помешать, но... Халиль, она же пьяна. Брат, может, вы видим ее на балкон? Я ею займусь. Голизар, помни о нашем с тобой разговоре. Хорошо, не переживай. Идем, милая, мы с тобой спустимся вниз. Может, уложим ее на пол? Мы сейчас опозоримся. Да. Может, в комнату отведем. Ох, сейчас уже прохладно, правда? Да, днем здесь намного теплее, а ночи обычно прохладные. Ах, здесь растут апельсиновые деревья, так ведь? Всю жизнь бы отдала. Все ясно. Оказывается, страсть к растениям Джерен переняла от вас. А упрямство от меня. А что такого? Пусть господин Омэр знает, пока не поздно. Есть у нас такое. Папа. Да, правда, есть правда. Найдим у нас такой. Упрямство ему не занимать. Отлично, хорошо, что я узнал об этом сейчас, а, Джерен? Не знаю. То есть... Ай, Аллах. Что ты наделала, дочка? Что ты пила? Ай, Аллах. Что ты пила, дочка? Фатма, чего ты уставилась? Быстро сообщи Хатидже, пусть она здесь все почистит. Потом приходи в мою комнату. Мое платье пропало. Ай, Аллах, сбегаю за лекарством. Ты испортила мое платье. Дочка, что вы ели, что пили? Ай, мой Аллах. Добро пожаловать. Спасибо. Спасибо, Гулизар. В чем дело, что-то случилось? Вы пока поднимайтесь. Я буду через пару минут. Гулизар, жена моего брата. Перемешайте это и дайте выпить, Джейхан. Я сбегаю за лекарством от тошноты. Хорошо. Дочка, что вы перемешали? Это ведь... Добро пожаловать, господа. Я Халиль. Старший брат Омара. Проходите сюда. Добро пожаловать, госпожа. Рада вас видеть. Присаживайтесь сюда. Проходите, пожалуйста. Добро пожаловать, Джейхан. Здравствуйте. Привет, Омар. Джейхан немного выпила. Добрый вечер. Присаживайтесь, господа. Присаживайтесь, прошу вас. Мама, присаживайся. Я Мустафа, младший брат Омара. Здравствуйте. А я, Алиш. Добро пожаловать. Рад вас видеть. А я, Джейхан. Добро пожаловать. Прошу, простите нас, господа. Мы сейчас отойдем ненадолго. Ну-ка. Идем, идем со мной. Бай-бай. Идем, дочка. Идем. Как ваши дела? Надеюсь, все хорошо. Господин Омар, прошу прощения, приехал этот... Полиция приехала, то есть ваш друг, господин Фарук. Заходи, Фарук. Здравствуй. Здравствуй. Надеюсь, я не побеспокоил. Ну что-то, это мама и папа Джерен, а это Фарук, мой друг. Добро пожаловать. Спасибо. Слушаю, Фарук, что-то случилось? Госпожа Джерен, я рад, что вы тоже здесь. Потому что это касается именно вас. Мы выяснили, кто поджег склад. Вот как? Вы уверены? Да. Сопоставив все показания, мы установили ряд новых неопровержимых доказательств. Все они указывают на одного человека. Это моя Мирьям. Что происходит? Стой, брат, я схожу. Азиз. Конец 21 серии. Кручевщик. Конец 21 серии.